Открытая студия Таким достойным статусом Я так понимаю, что Буквально недавно Было объявлено о результатах Большое спасибо Как восприняли, как это чувствовать И ощущать И вообще быть лучшими Спасибо большое за поздравление Вы знаете, прошлая неделя у нас выдалась Очень ярко и интересно Действительно завершился большой марафон Который длился с апреля месяца Это участие Во всероссийском конкурсе Лучшая детская школа искусств России Задумали мы это участие Еще во время пандемии Но за это время конкурс усилил Требования В положении Он состоял из трех туров Первый тур был региональный В Московской области Победителем его мы стали в августе Далее очень быстро прошли Второй тур Это окружной Мы стали победителями Центрального федерального округа И буквально 30 ноября состоялся третий тур Где уже было восемь финалистов Восемь школ, которые представляли округа Российской Федерации Финал прошел в Российской академии музыки имени Гнесиных Нужно отметить, что второй и третий тур Включали конкурсные выступления директоров школ На втором туре нужно было рассказать О каком-либо проекте школы И в третьем туре рассказать концепцию развития Сопроводить это все презентацией И самое сложное для каждого директора Было то, что нужно было уложиться в 10 минут Естественно, каждой школе есть что рассказать И, как я говорю, темпы были запредельные Речи Но, тем не менее, все справились У нас действительно очень много великолепных школ Влюбленных в свое дело преподавателей, педагогов И, конечно, талантливых детей Поэтому для нашего коллектива это большая победа Мы очень счастливы И, наверное, знаете, это такой венец Многих десятилетий работы наших преподавателей Многие из них и заслуженные работники культуры Российской Федерации, Московской области И, в общем, такая большая победа Очень значима для нас Причем это все еще и в год 65-летия школы, правильно? Да, и вот буквально 30 ноября мы выступили в финале 1 декабря мы получили из рук Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой награду Поздравление И на следующий день, 2 декабря Мы уже принимали у себя На нашем большом юбилейном концерте Министра культуры Московской области Елену Михайловну Харламову Которая приехала, нас поздравила И, конечно, это тоже очень значимое событие для нас Такой прям трипл получился Да, хороший Скажите, какой проект? О каком проекте рассказывали? Я рассказывала о проекте Идея... Проектов же много, наверное? Проектов много, да, но, конечно, у нас есть флагманский наш проект Это Центральная детская школа искусств Творческая среда для развития каждого Она называлась, но основным литмотивом было то, что в нашей школе работают очень мощные коллективы И коллективная работа, она, безусловно, очень развивает каждого ребенка И дает возможность каждому ребенку, вне зависимости от своих талантов, принимать активное участие в конкурсах, концертах И, в общем, вести такую творческую жизнь Поэтому у нас пять московских, пять, простите, образцовых коллективов Московской области У нас четыре оркестра, три хореографических коллектива, семь хоров Очень много ансамблей больших Поэтому вот наши дети, они все буквально задействованы вот в этой такой, я бы сказала, творческой кухне Вот об этом проекте я рассказывала на втором туре А о развитии? Какой спектр? Куда? Программа развития, ну, скажем так, я считаю, что школа искусств 21 века Это школа, которая сохраняет традиции, которые заложены были многими поколениями И вообще, в принципе, искусство, это же все уже сделано, скажем так Сохранить это, но в то же время... А вдруг нет? Но в то же время идти в ногу со временем То есть у нас было представлено четыре проекта Туда входило и, безусловно, развитие материально-технической базы Школа является региональной площадкой для проведения различных мастер-классов, конкурсов, семинаров Поэтому техническое компьютерное оснащение, оно имеет место быть У нас уже школа достаточно сильно развита в этом направлении, но IT-технологии идут вперед И поэтому всегда хочется быстрее, выше, сильнее и проще И больше Конечно, закупка цветового, например, оборудования концертного зала Брендирование Сейчас уже без этого никуда У нас за последний год мы уже сделали много шагов в этом направлении Но, тем не менее, хотелось бы двигаться вперед Создание новых коллективов, развитие каких-то новых современных направлений для детей Образовательных направлений Потому что я считаю, что мы бы вполне могли бы расширяться в плане, допустим, художников старших классов Сейчас очень много вот этих современных направлений Интерактивной живописи, использование планшетов, компьютеров Вот эта ниша, она не так сильно задействована в образовании Поэтому я думаю, что это многим было бы интересно Скажите, Инна Валерьевна, вот сейчас, став лучшей школой искусств Вот какая ответственность и насколько интерес к вам повышается? Вот вообще такие статусы, когда приобретает то или иное учреждение Поток желающих, он увеличивается? Вы знаете, я думаю, что, конечно, безусловно, он увеличивается Но в рамках именно нашей школы и в нашем городе И так, да, наверное? Да, стоит отметить, что наша школа фактически является единственной на территории старых и новых химок А это огромная территория И потом традиционно сложилось, что очень много поколений химчан Они посещали нашу школу уже 65 лет, конечно И в 2006 году по результатам всероссийского конкурса Школа была признана достоянием российского государства уже И включена в национальный реестр ведущих учреждений культуры Поэтому химчане очень нас любят, как и мы их У нас очень открытое общение со всеми, с детьми И вот после нашей победы один из химкинских блогеров разместил поздравления И, вы знаете, было очень душевно и радостно читать комментарии Кто говорил о том, что, в принципе, в детстве Именно обучение в нашей школе Ну, скрасило многим детям жизнь Потому что обучение в среднеобразовательных бывает достаточно широковатым Да Вот, но они всегда находили отдушину И такой творческий полет именно в наших стенах И нужно сказать, что у нас учатся Около 2300 детей Это 1145 детей бюджетного отделения И около 1300 это отделение платных услуг И конкурс на поступление около 6-9 человек на место Поэтому, в общем, есть куда развиваться И нам, и мы, конечно, очень рады детям Ежегодно выпускаем около 200 выпускников Из них 30-40 человек ежегодно поступают В очень престижные учебные заведения Москвы и России Как-то связанных с искусством? Вот именно про них я и говорю И вот эти 30-40, они идут и продолжают свое профессиональное образование в области искусства То есть это и училище при Московской государственной консерватории для музыкантов Музыкальный колледж Института музыки имени Шнитке Гнесинское училище Это Государственный художественно-промышленный университет имени Строганова Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева И многие другие Такой достаточно хороший показатель Ну и уже, наверное, не стоит говорить о том, что ваши воспитанники занимают различные места на... Хорошие места на конкурсах Да, это безусловно Получают стипендии Вот в прошлом году 12 детей у нас стали обладателями именной стипендии Губернатором Московской области И вообще хочу сказать большое спасибо, конечно, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву Министерству культуры Московской области За то, что они развивают, они реализуют очень много проектов По выявлению поддержки талантливых детей, поддержке школ Очень много сделано в рамках национального проекта «Культура» Это и приобретение музыкальных инструментов для школы Наша школа получает музыкальные инструменты Это, безусловно, большая поддержка для детей, для нас Это также поддержка детей с ОВЗ Тоже они являются у нас стипендиатами И наравне со всеми детьми Также сидят и в оркестре, поют в хорах В общем, действительно много делается И за это им огромное спасибо Около 2300 детей, Инна Валерьевна Какие-то планы по расширению, они вообще есть? Если вы одни на такую территорию? Ну, скажу по секрету Мы, честно говоря, исчерпали возможности своего помещения практически Есть еще маленькие ниши, которые мы сейчас заполняем В лучшей школе новое помещение Есть у нас предмет для разговора И действительно, сейчас освобождаются некоторые площади и в городе В том числе, где бы мы могли расширяться Но ни для кого не секрет, что все-таки атмосфера школы Она тоже имеет место быть И многие родители признаются, что... И не только родители, и гости О том, что, приходя к нам в школу, они чувствуют эту атмосферу А это те стены 65 лет и школы искусств? Нет, школа получила новое помещение в 70-х годах Оно действительно большое, просторное, красивое У нас великолепный выставочный зал И буквально эти стены пропитаны, наверное, многими поколениями людей И это дети, безусловно, это ощущают Это все отмечают, кто приезжает к нам в школу Там душа по-другому дышится Да, все верно Это можно даже понять, мне кажется, если ты заходишь в новую школу В любую, какой бы она ни была суперсовременной Если входишь в такие старые стены, которые не одно поколение выпустили Мы даже когда с моим коллегой, заместительным директором Клеменковым Антоном Владимировичем, с которым мы ездили на финал И едем с ним обратно в такси Я ему говорю, что сейчас самый приятный момент Это после такого очень ответственного мероприятия Где-либо, когда ты возвращаешься в школу И входишь в родные стены И видишь людей, которые Видишь родителей, которые занимаются Продолжают заниматься обыденными вещами Но это, знаете, такой просто невероятный кайф В открытой студии «Радио 1» Сегодня принимает участие Директор Центральной детской школы искусств Городского округа Химки Инна Валерьевна Монастырская Я напоминаю, что детская школа искусств стала лучшей в России Расскажите, Инна Валерьевна Вот вы уже озвучили, что 6-9 человек на место Такой конкурс Традиционно куда? Наверняка куда-то выше, куда-то ниже Вообще какие специальности в школе? У нас школа — это широкодоступное многопрофильное учреждение Имеющее в своём составе хореографическое, художественное, музыкальное отделение Отделение современного искусства И отделение платных услуг Конечно, очень популярны направления эстрадного вокала, гитары И художественного отделения Это вот такой топ, да, наверное? Это топ, да Это как раз те направления, в которых буквально бывает и по 10, и по 11 человек на место Даже фортепиано я здесь не увидела Да Фортепиано тоже много, но я вот говорю самые-самые Значит, эстрадный вокал, гитара и хореография И художественное отделение Художественное отделение Конечно, большой набор и на фортепиано, и на хоровой Но стоит также отметить, что мы каждый год полноценно наполняем классы балалайки, домры, аккордеона У нас великолепный большой класс арфы Так что эти направления, они тоже популярны То есть мы полностью, ежегодно мы полностью закрываем весь набор Подготовительное отделение Подготовительное Оно вообще было у нас открыто еще в конце 80-х годов Мы обучаем детей от 3 до 6 лет Также по музыкальному, хореографическому и художественному направлению От 3 даже, ничего себе От 3 лет, да, это очень большой такой пласт нашей работы Поэтому, в принципе, все дети, которые проходят вот эту подготовку Они потом расходятся на различные другие специальности Срок обучения какой? И какие-то есть возможности перехода из других школ искусств Чуть позже, если ребенок Насколько вот? Срок обучения от 5 до 8-9 лет в нашей школе Но в этом ключе стоит сказать, что с 2012 года в нашем направлении введены предпрофессиональные программы Которые состоят из двух частей Это обязательная часть, которую ни одна школа не может менять То есть есть определенный набор дисциплин, который гарантирует, скажем так, нашей стране Профессиональное пополнение кадров в области искусства Есть также вариативная часть Она направлена, наверное, на сохранение традиций каждой школы Потому что они в нашей стране очень разные Где-то действительно очень широко, допустим, развито хоровое пение И бывает так, что дети-народники, они являются артистами хора в том числе Где-то развито оркестровое направление Вот как у нас, например Поэтому школа может варьировать наполнение вот этой вариативной части различными предметами Ну и опять же, все это зависит, конечно, от финансирования Поэтому на каждом направлении есть учебные планы 5 лет и 8 лет И в каждом направлении есть дополнительный класс Для того, чтобы уже профессионально подготовить детей Для поступления в профессиональные учебные заведения В законодательстве также указано то, что мы обязаны принимать детей переводом из других школ Поэтому это тоже имеет место быть Ну, в общем, прийти в то же время, например, если ребенку 11 лет И он вдруг захотел играть на фортепиано То это уже невозможно Так как в каждом учебном плане прописан Ну, 11 уже поздно, да, это уже какие-то индивидуальные такие Да, в каждом учебном плане прописан возраст ребенка При котором он может поступать на эту образовательную программу Это тоже очень хорошо Потому что в 11 лет, конечно, этот ребенок может пойти, например, в любой дом культуры Если у него есть эта программа И заниматься в таком направлении Потому что наш поезд уже ушел, к сожалению А в 11 лет к вам куда можно прийти? В 11 лет можно прийти, например, на искусство фотографии Или вот сейчас мы открываем направление искусство видео У нас замечательный видеограф, один из наших родителей Который работал также видеографом на одном из федеральных телевизионных каналов И он, кстати, нам помог сделать прекрасный ролик о школе Который мы показали на юбилейном концерте Который был представлен в первом туре общероссийского конкурса «Лучшая школа России» Платное отделение, что оно в себя включает? Оно гигантское И, конечно, это фундаментальная база Финансовая база школы по ее развитию Здесь дети учатся как и но на хореографическом направлении Основная часть, конечно, это художники И здесь стоит отметить, что даже имея чуть меньший учебный план, чем дети на бюджетном отделении Эти дети также активно поступают в ведущие вузы России в художественном направлении Ну и, конечно, это наши малыши, которые занимаются музыкой, ритмикой, живописью И, в общем, вот такие направления О коллективе тоже расскажите, кто ваши коллеги Коллективы у нас просто замечательные Во-первых, руководители этих коллективов Они люди, увлеченные своей работой, своей деятельностью Конечно, для всех для нас это не работа, это просто образ жизни Очень интересные и музыканты, которые ищут и очень интересные программы Замечательно взаимодействуют с детьми, с родителями Ведут активную творческую жизнь, концертную Выступают на различных конкурсах, на концертах нашего города В общем, это наша гордость Инна Валерьевна, школа с такой богатой историей Наверняка есть какие-то интересные истории, династии, может быть, какие-то присутствуют уже Расскажите Да, действительно, как я уже говорила 70% преподавательского состава является выпускниками нашей школы Также и я являюсь участником творческой династии Так как с 1986 года по 31 декабря прошлого года Школой руководил заслуженный работник культуры Российской Федерации Ныне почетный гражданин города Химки Чудин Валерий Алексеевич Мой отец И для меня школа Это действительно не работа Это просто образ жизни моей семьи И мама тоже является работником школы Она доцент кафедры оркестрового дирижирования Очень долгое время работала И поэтому вот Ну, школа — это действительно наша семья И, соответственно, весь коллектив Мы с большой любовью и уважением относимся к каждому Поэтому, в общем, будем продолжать работать во благо культуры Российской Федерации Ну и, конечно, есть у нас еще династии в школе Это и пианисты, и духовики И, в общем, преемственность поколений, она в зерне работы нашей школы Ну и говоря о победах Я напоминаю, что детская школа искусств и схемок стала лучшей в России Понятное дело, что ваши воспитанники регулярно побеждают на различных конкурсах Вот еще о самых таких ярких событиях расскажите Ну, стоит сказать, что в копилке нашей школы 12 медалей молодежных дельфийских игр России Это из золота и бронзы, и серебро В прошлом году наш учащийся стал финалистом «Синей птицы» на телеканале «Россия» Михаил Кауфман В прошлом году уже также мы получили золотую медаль дельфийских игр Это от Спиридона Хадзи и Дмитриадис по классу «Балалайка» В 19-м и 20-х годах наши коллеги стали победителями конкурса На соискании премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» А также среди учащихся школы есть обладатели президентского гранта В рамках программы «Одаренные дети России» Обладатели именной стипендии «Скрепача Брона» Захара Брона Стипендиаты международных благотворительных фондов Владимира Спивакова и Юрия Розума Фонда «Новые имена» и фонда «Илзалиепа» Так что двигаемся вперёд Но только вперёд Здесь уже останавливаться нельзя И назад тоже просто не имеете права Инна Валерьевна, ну вот и хочется от вас Такой, может быть, совет на путь Тем, кто думает, вставать ли на этот путь На путь искусства Ну потому что вы, как никто, можете что-то посоветовать Начиная с четырёх лет Что вы уже во всей этой кухне В школе искусств От, я так понимаю, подготовительного Да, подготовительного отделения До директора лучшей школы России Школы искусств Что можно посоветовать? Я считаю, что, безусловно, дети Должны иметь какое-то дополнительное образование Помимо общего И в идеале это, конечно, должно быть Что-то спортивное и что-то интеллектуальное Поэтому, особенно для девочек Обязательно все должны поступать в школу искусств Мы должны развивать это направление Потому что это, действительно, культура нашей нации И очень много исследований на этот счёт Что музыкальные занятия, в частности, развивают Очень, безусловно, интеллект Голову Хореографы развивают тело Вы знаете, всегда на выпускном вечере Хореографы всегда отличаются Их сразу видно Прекрасная осанка Выворотность Поэтому, ну, это просто большой вклад И вот наши выпускники Я говорила об этом на конкурсных выступлениях директора Что наши выпускники Даже те, кто не связывает свою жизнь С профессиональным искусством Они занимают высокое положение в обществе И имеют очень весомый вес Уж извините за тавтологию Уверенность в себе, да Поэтому это обязательно нужно делать Обязательно вкладывать в наших детей Тратить своё личное время И не жалеть его И заниматься развитием наших детей Ну, а я вам желаю успехов Удачи в работе И только вперёд Спасибо большое В открытой студии «Радио 1» Сегодня принимала участие Директор Центральной детской школы искусств Городского округа Химки Школа стала лучшей в России Инна Валерьевна Монастырская Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин